Здравствуйте дорогие друзья! Канал Делай профессионально Сегодня я в своем рассаднике И у нас пятый день войны Войны на Украине с Россией Значит У нас теперь так исчисляются дни У нас теперь нет вторника Среды, понедельника, четверга, пятницы У нас есть первый день, второй день, третий, четвертый Сегодня вроде бы пятый Пятый или четвертый Поливаю перец, хотя я не хочу его поливать Жалко его, конечно, мне И хочется все-таки посадить По крайней мере, я уже понял, что заработать Скорее всего, мне не то, что не светит Дай Бог, чтобы мои родные и близкие Я остался живой Ну вот так Если вы думаете, что это у меня такая истерия То можете быть за меня спокойны У меня с головой все нормально Говорю вам как есть У нас очень все жестко Особенно мне жалко российских солдат, которых уже больше пяти тысяч полягло И больше как полтысячи В плену Жалко, потому что я сам служил Десять лет назад в армии Я знаю, что такое быть срочником У меня есть, друзья, контрактники Это когда ты идешь по приказу И тебе никто не спрашивает Хочешь ты, не хочешь Под угрозой измене Родине Если вы думаете, друзья, что я рассказываю на этом канале сказки Я советую обязательно созвониться Своими родными Друзьями или братьями Сыновьями Которые находятся В службе военной в армии И вы легко сможете проверить мою информацию А еще лучше Получить шок от Телеграм-канала, который называется Там, где все фотографии пленных Фотографии убитых военных Документы фотографии Короче, тихий ужас В 21 веке Почему я снимаю это видео? Потому что очень много Также и погибает украинцев И чем быстрее Россия Неправильно сказал Не Россия Чем быстрее каждый человек российский Поймет, что завтра Убьют его родного Сына или друга Или брата Или просто родственника Или земляка И начнет думать Не чужой головой Не телевизором Не интернетом А реальными фактами Поэтому, друзья Как можно проверить то, что я говорю? Обязательно Свяжитесь с своими родными Обязательно И не верьте в сказки, что они на учениях Потому что очень много ребят 2000-е года Там, 2001-й 90-й 94-й Такие пацаны, как я Молодые в шоке У нас на Украине И слава Богу С одной стороны Что над ними Не издеваются Военные Украины Да Не так, как в Чечне Ничего им не режут И их не режут А Дают им телефоны И говорят им Звони Друг Домой И Говори Что у тебя Происходит Где ты находишься Друзья Друзья Я не хочу снимать этот негатив Но Я вам так скажу Другого выхода У меня нет Многие делают мне замечания С Донбасса Мы здесь Уже 8 лет Так у нас Вы молчали Вы ничего не говорили Ты ничего не говорил Друзья Я простой человек Мне 27 лет У меня есть семья Я не был на Донбассе Я не знал Что там Как там И я никогда Не защищаю политику Я не защищаю Никого С тех Кто Скажем так У власти Я защищаю Свой дом И сегодня Пока еще не пришли Танки Мне под дом Под моей теплице Я снимаю видео Если придут танки Не знаю Что я буду дальше делать Понимаете Скорее всего Не буду уже снимать Буду думать Что делать Понимаете Да Вы можете не слушать меня Но я Мне жалко Мне жалко всех Поверьте Особенно мне жалко Молодых пацанов Которых обманули Российская Федерация И сказала Ребята Вы на учении Вас Все там ждут Вас Будут встречать С цветами Будут Вас очень ждут Да Друзья Так сказали им Но их встретили Совсем с другим Очень много того Шока Беды Которой Пришлось пережить Как нам Украинцам Так и Россиянам Военным России За всего лишь Каких-то 4 дня Это шок И беда Я могу поздравить Всех политиков России Что Власть Которая есть Сейчас у вас Она заканчивается Почему Потому что Российские матеря Они просто До конца своей жизни К сожалению Будут проклинать Вас Всю власть Которая Просто простых пацанов По 20 По 18 лет По 25 По 23 Отправила на войну Обманув Обманув Потому что Одно дело Защищать свою страну А другое дело Зайти в чужую страну Лупить по жилым домам По садикам По По роддомам По машинам По всем Чем попало Для того Чтобы Что-то кому-то Доказать Мне очень жаль У меня Вообще Другой характер По натуре Я Не заинтересован Кого-то Обижать Или Кому-то Говорить Какой-то Негатив Я знаю Что Вы знаете По сути Негативом Никогда Никого Ты не Построишь И ничего От этого Не получится Хорошего Но когда Я вижу Какая беда Я должен Говорить Потому что Завтра Придут Не дай бог Убивать меня Моих родных Близких А я сегодня Буду молчать Поэтому друзья Если вам не нравится Этот контент Вы думаете Что я рассказываю Сказки Я ценю Каждого подписчика Вы можете Удалиться Но если вы Верите То что я говорю Пожалуйста Говорите об этом Говорите Своим друзьями С России Если вы Из России Узнайте О своих родных Просто Узнайте Потому что Чем меньше Приедет на Украину Людей из России Тем больше Будет на России Живых людей А не просто Памятников Я не говорю Что все Только россияны Умирает Умирает и украинцы К сожалению К сожалению И россиян Друзья Никто не радуется На Украине Не смертям Людей Но я хочу Сказать Пожалуйста Делайте Что-то Делайте Своей властью Делайте Так Чтобы ваши Друзья Вы Родные Ваши Близкие Не оставались Просто без Родных Не Искали Деньги На памятники И Тяжело Я никогда Не думал Что Через Каких-то Два Три дня Я буду Снимать Вот это Все Рассказывать Про этот Ужас Который Есть Друзья Я желаю Вам Мира Себе Мира Своему Краю Украине Я знаю Какие У нас Проблемы Не надо Рассказывать Я Пять Лет Живу В семье Женат Я Десять Лет Живу Уже Отдельно Без Родителей Я Прекрасно Знаю Как У нас Зарабатываются Деньги Я Заработал Все Что Я Имею Теплица Вот Это Все Я Знаю Как Тяжело Нам Это Все Давалось И Было Тяжело Но Наша Власть Не Приезжала К нам На танках Домой И Не Требовала С Жизнь Понимаете Поэтому Сейчас Вся Украина От Пенсионера До Военного Просто Встала На Защиту Себя Своего Селения Своей Державы Своего Города Села И так Далее Понимаете Все Цыгане Молдаване Все Кто Живут В Украине Понимаете Все Украинцы Все Защищают Свою Родину Ну На этом Я Закончу Поливать Пришел Поливать Перцы А Руки Не хотят Их Поливать Ну Буду Поливать Потому Что Вдруг Будет Беда И Никто Не Сможет Купить Себе Эти Перцы Придется Раздавать Да Я Конечно Не Мать Тереза Друзья Но Понимаю Что От себя Надо Что-то Делать Но В первую Очередь Я хочу Призвать Всех Друзья Останавливайте Эту Войну В первую Очередь Идет Агрессия От России Останавливайте Не пускайте Своих Родных Сыновей Друзей А те Кто Уже Там Типа На учениях Знаете Что Многих Из них Уже К сожалению Скорее Всего Нет А если Есть Просто Всеми Путями Забирайте Потому что У вас Там Готовится Скоро Большая Беда Потому что Я не верю Что Матеря Вот этих Погибших Солдат Они Простят Вам Потому что Если Наемника Убили Это Одно А если Убили Простого Пацана Который Пришел По долгу Службы По срочке Или на контракте За каких-то 5000 гривен Несчастных Или за 10 Служить То это Уже Совсем Другая История Ну Такое Негативное Видео Извините Меня Желаю Всем Мира Надеюсь Что Еще Увидимся Пока